На плохое состояние дороги, соединяющей районный центр с несколькими населенными пунктами, жалуются сельчане в Акмолинской области. По словам местных жителей, один из ее участков никогда не ремонтировали. Тем временем власти заверяют, что проезд в села поддерживают в пригородном состоянии, а отремонтировать дорогу обещают в ближайшие годы. Аслан Абуталипов расскажет. Этот участок дороги от Басар-Сучинская в таком плачевном состоянии находится уже десятки лет. В некоторых местах и вовсе бездорожье, сплошные ямы и выбоины. Чтобы проехать 50 с лишним километров, сельчане тратят не меньше двух часов времени. Поездки в райцентр водителям часто влетают в копеечку, ведь после езды по такой дороге машину приходится ремонтировать. Невозможно. Резину меняю каждые два месяца. Я это как по льду иду. Вот представьте себе, вот это КамАЗы сейчас накатали, а вот эти переходы, резину рвешь. А если передний баллон я недавно порвал, так меня чуть не развернуло. Дорога плохая у нас. Грунтовая. Камни везде как почистят, камни валяются везде. Шкрябаем. По грязи вообще невозможно ездить. От разбитых дорог страдают два села Сепей и Сучинская, где проживает свыше тысячи человек. Здесь расположены предприятия по производству колбасы и подсолнечного масла. Но проблема с дорогами не позволяет им работать на полную мощность. Поэтому один из местных предпринимателей за свои деньги разработал проект ремонта. То есть ремонт от села Сочинская до Новомариновки находится в разработке проекта. Если в текущем году мы проект вытащим с положительным заключением экспертизы, то и в случае выделения денег на следующий год мы ее начнем. Но здесь должны понимать, что протяженность очень большая. Сама дорога 97 километров и она будет стоить не менее 10 миллиардов тенге. Вот представьте, 10 миллиардов тенге только на одну дорогу. Это будем делать поэтапно. Теперь жители в надежде, что совсем скоро в села проложат новую дорогу. Вместе с этим в области есть еще несколько дорог, на состояние которых жалуются акмулинцы. Но местные власти обещают, что все они будут отремонтированы поэтапно. Только в этом году в регионе обновили свыше тысячи километров автодорог, на что потратили почти 73 миллиарда тенге. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар, 24.